Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о Евангелии от Иоанна. Сегодня мы с вами читаем седьмую главу. После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудеи не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить Его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья Его сказали Ему, выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то иви себя миру, ибо братья Его не веровали в Него. И возникает вопрос о том, кто же такие эти братья, почему они не веровали в Него. Есть разные толкования, но что можно сказать с уверенностью, что Иисус был единственным ребенком Марии. Между Иосифом и Марией точно не было, не могло быть никакой супружеской жизни. Братья, это, по-видимому, это наиболее вероятное предположение, хотя Писание это не говорит открытым текстом. Это, по-видимому, дети Иосифа от первого брака, поскольку представляется весьма правдоподобным, что Иосиф был богочестивым вдовцом, который принял на себя труд заботиться о Марии. И когда мы читаем повествование уже о взрослом Иисусе, Иосиф в повествовании отсутствует полностью. Он нигде не упоминается, что можно объяснить наиболее правдоподобно тем, что он к тому времени уже скончался, что он был человек достаточно пожилой. И это предположение, оно очень хорошо описывает поведение этих братьев. Они ведут себя так свысока, они ведут себя несколько надменно. И такое их нахальное поведение, оно было бы необъяснимо, если бы они были младшими. Потому что это патриархальное общество, где старшинство имеет огромное значение. И чтобы младшие братья так себя заносчиво ввели со старшим, это невозможно себе представить. А вот старшие братья, которые обнаружили, что младший брат оказывается кем-то великим, их это могло раздражать, им-то могло казаться нарушением порядка вещей. Они старшие братья, они главнее, они важнее. И вдруг оказывается, что Иисус, который моложе их всех, он творит какие-то удивительные дела. И это могло вызывать у них такое раздражение и ревность. Иногда предполагают, что это могли быть двоюродные братья, что в принципе тоже возможно. Единственное, что мы можем сказать, опираясь на текст Евангелия, что это братья старшие, то есть это очевидно не дети Марии никоим образом. На это Иисус сказал им, «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось. Сей, сказав им, остался в Галилее». Иисус говорит, что мир ненавидит его, потому что он свидетельствует, что дела его злы. «Мир» в Библии, слово «само мир», оно имеет несколько значений, и в данном случае мир — это система ценностей и отношений, которая основана на игнорировании или отвержении Бога. Апостол Иоанн говорит в своем первом послании, что похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Вот все эти ложные ценности, эти ложные устремления, они образуют вот этот мир, и этому миру Иисус действительно ненавистен, потому что он свидетельствует ему о совершенно других ценностях. Но когда пришли братья его, тогда Иоанн пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили, где он, и много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили, нет, но обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. И Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о своем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему ему, его тот истинен, и нет неправды в нем». «Не дав ли вам, Моисей, закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня?» Господь обличает людей в грехе, он говорит, «Моисей дал вам закон, и никто из вас не поступает по закону». И это имеет определенное богословское значение, поскольку это одно из указаний на церковное учение о первородном грехе, о том, что наша природа повреждена грехом таким образом, что мы не можем проводить совершенно праведную жизнь, особенно мы не можем это без помощи Божией благодати. Мы все согрешили, мы все падаем. Закон показывает нам, что мы согрешили и падаем. Никто из вас не живет по закону. Нет праведного ни одного, как скажет апостол Павел. Мы все грешники. Такова реальность. Народ сказал ему в ответ, «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» И Иисус, продолжая речь, сказал им, «Одно дело сделал я, и вы все дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов. И в субботу вы обрезаете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, «На меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Господь указывает на то, что служение Богу, например, вступление в завет с Богом через обрезание, это может совершаться в субботу. Таким образом, нападки его врагов, которые негодуют, что он исцелил в субботу, совершенно неосновательно. Тут некоторые из Иерусалимлян говорили, «Не тот ли этот, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он». Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, «И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел к вам не от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». Иисус указывает на свои уникальные отношения с Отцом, который его послал и которого только он один знает, с которым он пребывает в общении. И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Многие же из народа уверовали в него и говорили, «Когда придет Христос, неужели сотворит сей больше знамений, сколько сей сотворил?» Услышали фарисеи такие толки о нем в народе и послали фарисеи и первосвященники служителей схватить его. Иисус же сказал им, «Еще недолго мне быть с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня, и не найдете. Где буду я, туда вы не можете прийти». Притем иудеи говорили между собою, «Куда он хочет идти, что мы не найдем его? Не хочет ли он идти в эллинское рассияние и учить эллинов?» «Кто значит сие слова, которые он сказал? Будете искать меня, и не найдете. И где буду я, туда вы не можете прийти». Очевидно, Господь предвозвещает свою смерть и воскресенье, и слушатели его этого не понимают. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». «Сие сказала на духе, которого имели принять верующие в него. Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Здесь мы снова видим образ Святого Духа, как воды. «Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Здесь речь идет о христианах, и особенно о святых, которые являются источником Святого Духа, которые являются источником богодати, света и утешения для всего мира. А они не только восприняли эту живую воду Святой Дух, но и являются светильниками мира. Многие из народа, услышав сие слова, говорили, «Он точно пророк». Другие говорили, «Это Христос». А иные говорили, «Раз бы из Галилеи Христос придет, не сказано ли в Писании, что Христос придет от семьи Давидова из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» И так произошла о нем расприя в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фрисеям. И сея сказали им, «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали, «Никогда человек не говорил так, как этот человек». То есть служители, посланные арестовать Иисуса, они не смогли это сделать, они были поражены тем, как он говорил. «Фарисеи сказали им, неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или фрисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Мы видим здесь, как фрисеи впали в надменность, они говорят, «Мы специалисты, мы хорошо разбираемся в Писании, мы люди взаконченные, и мы не уверовали в Иисуса». А народ невежда в законе, проклят он. То есть, а эти вот люди, которые уверовали, ну, это простонародие, это мужичи, они ничего не понимают. И действительно фарисеи знают Писание, действительно они разбираются. Но их проблема не в незнании, их проблема в ожесточенном неверии, то есть их проблема не в разуме, а в воле. И мы видим их надменность и высокомерие по отношению к простому народу. Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им, судит ли закон наш человек, если прежде не выслушает его и не узнает, что он делает. Но мы видим, что среди фарисеев находятся люди, которые, по крайней мере, не имеют такой враждебности к Иисусу, как Никодим. На это сказали ему, «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри, увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. И разошлись все по домам». Мы с вами прочитали седьмую главу Евангелия от Иоанна. Мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова